Лечебное очищение и голодание без ошибок, правильный выход с голодания и переход на естественное полезное питание. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на моем канале в YouTube, в моей рубрике, отдельном плейлисте моего канала «Век живи, век учись». Я долго вынашивал эту лекцию, эту тему, и в двух прошлых видео о питании плодами и о кишечнике я обещал вам сделать вот это сегодняшнее видео, а также этими двумя моими видео я подготовил почву для полного восприятия вами данной нынешней моей лекции, так что, кто не смотрел их вначале, посмотрите, а потом уже тогда смотрите вот это мое данное видео. Я уже освещал ранее отдельные аспекты, затрагиваемые в этом видео, в разных иных своих лекциях, своих видео, но так структурно, сжато, кратко и при этом полно никогда. Вот, слушайте. Из данного моего видео вы узнаете, зачем, кому и когда нужны голодание и очищение кишечника. В чем сути, каковы процедуры этих очищений? Как убрать пищевую зависимость, если нет силы воли? И как изменить вкусовые привычки свои? Как легко перейти на естественное человеческое полезное, полноценное и видовое питание? Как можно быстро и без вреда для здоровья снять повышенную температуру тела? Как проводить подготовку, саму процедуру очищения? И как правильно выйти из данного недлительного голодания в процессе процедуры очищения и каскада процедур? Длительное голодание, голодание погоня 21-30 дней и сухое голодание, все плюсы и минусы, ошибки и корректировки для их избегания, гидроколонотерапия и многое другое. Очищение организма, вернее кишечника. Очень значимое, несложное и весьма полезное дело, если проводить процедуры со знаниями, то есть понять зачем, для чего, когда и как их проводить. Очищение кишечника – известная процедура с древнейших времен. Эти процедуры описаны у всех великих натуропатов, целителей и ученых древности. Описаны она с незапамятных времен, как описаны и польза голодания, и в Евангелии от Евсеев, и у Авиценны, да и везде. Но я предложу вам сегодня современный и самый щадящий, простой вариант, которым время от времени сам пользуюсь и моя семья, это же и вам буду рекомендовать. А в результате данной комплексной процедуры вы сможете 1. Избавиться от складок на животе и боках, если после очищения измените свое питание. 2. Избавиться от токсичных отложений в складках кишечника и улучшить его работу. 3. Избавиться от обжорства и зависимости от фастфуда или жареной вредной пищи. 4. Избавиться от патогенных бактерий в кишечнике и пути проникновения их в кровь. 5. Заменить, заместить кишечную микрофлору на родную нам симбиотическую и наладить работу ЖКТ. 6. Увеличить КПД переваривания и всасывания питательных веществ из любой пищи. Приведу одно письмо, его я уже приводил ранее в другой своей лекции, но очень показательное оно, поэтому другие, хотя подобных писем очень много, я не ищу. Привожу это. Ольга Нестеренко пишет. Здравствуйте, я прошла очищение погоня 21 день, перешла на сыроедение. Когда перешла, примерно через неделю на более твердую пищу начались проблемы изжога, вздутия и нерегулярный стул. Подскажите, что я делаю не так? Может это реакции на семечки, орехи, что составляют основу сыроеденных соусов? Что ж, я отвечу кратко сейчас. Конечно же, информации очень мало, чтобы проанализировать ее, что было сделано не так. Ну, конечно, во-первых, люди из прошлой жизни часто в новую свою переносят определенные проблемы, которые находятся часто в хроническом состоянии. И когда проходит голодание, какие-то иные стрессы для организма, болезни часто активизируются и переходят из латентной, то есть скрытой, да, в активную, явную форму. И проявляются тогда люди, видят какие-то болезни или состояние, нехорошее, ненормальное состояние организма, и говорят себе, вот проблема, вероятно, виновата в веганстве или сыроедении. Хотя зачастую виноват сам человек, потому что он не изучил теоретическую часть, был не подготовлен и информационно, и морально, и физически к такому длительному голоданию, как 21 день. Потому я и решил сделать и эту вот лекцию, вот слушайте внимательно. Так вот, женщине я сейчас отвечу кратко, исходя из того, что я вижу, исходя из того, что она написала, но написала она очень мало, потому что по-хорошему надо задать вопросы, получив ответы, задать еще наводящие вопросы, уточняющие, и тогда только можно проанализировать полно. Но, конечно, да, есть типичные ошибки, о них я сейчас и расскажу. Но, во-первых, до столь длительного голодания нужно обязательно пройти антипаразитарную программу. Так как имея паразитов при прохождении голодания, а тем более длительного, 21 день или более, они, то есть паразиты, быстро истощают запасы питательных веществ, находящихся в нашем организме, а ведь новые при голодании питательные вещества в него, в организм не поступают, не так ли? Но некоторые паразиты пьют кровь, например, это аскориды, допустим. Некоторые едят клетки печени, прямо их и едят, ими питаются, это аписторхи. Некоторые паразиты едят содержимое кишечника, это ленточные черви. А что будет, когда нет этой пищи, и они начинают голодать? И тогда вы будете получать, понятно, все проявления сильного дефицита питательных веществ, а оттуда и упадок силы, слабость, как некоторые мне писали, тоже после длительного голодания, или даже в процессе, некоторые пишут, на пятый, на десятый день, лежат пластом, не могут встать. Ну, так понятно. Нельзя проходить серьезные голодания, имея определенные заболевания и имея паразитов. Ну, а потом люди удивляются, откуда у них слабость и так далее. Обязательно посмотрите мое видео «Грипп-лисичка» и те видео, которые я рекомендую посмотреть, под ним, по ссылочкам. Ну, а здесь, под этим видео, будет ссылка на видео «Грипп-лисичка». Второй пункт. Неправильный переход, то есть выход из голодания. Он должен быть плавным и таким, чтобы успеть до приема первой твердой и богатой клетчаткой пищи взрастить, размножить симпиотические бактерии кишечника, чтобы они смогли далее разбирать ту же твердую клетчатку и другую пищу. И не нужно совмещать несовместимую между собой пищу. Например, орехи, сухофрукты или, скажем, орехи и какие-то фрукты, то есть белки и быстрые углеводы несовместимы. Не ешьте сладкое при выходе из голодания, а употребляйте больше зелени, овощей, овощные, соки, нефруктовые. И потребляйте больше жиров, вроде авокадо, льняного масла в салаты, когда будете потреблять салаты, разумеется. Но делать это нужно плавно. И об этом, обо всем в конце лекции я вам подробно расскажу. Третьи ошибки в новом питании были явно допущены, это видно. И тут я рекомендую вам посмотреть две мои лекции. Это дисбактериоз, полную 50-минутную версию, и мою лекцию кето-питание, веганская кето-диета. И вы поймете эти свои ошибки. И особенное внимание, уделите моей информации в этих видео про белки лектины. Есть ошибки у многих людей, например, ну, скажем, орехами называют кишью или арахис, хотя это бобы, и как раз в них очень много лектинов. Да, реакция вполне возможна именно на эти комбинации. В семечках, кстати, во многих тоже есть лектины. Возможно, дело именно, а может быть, даже в основном в них как раз. Но об этом все по порядку. Итак, правильное очищение и непродолжительное голодание. Сама очищающая процедура совмещена с коротким голоданием и состоит из двух этапов. И это прием магнезии или аналогов, и процедуры с кружкой эсмарха, с последующим выходом из непродолжительного голодания на иное здоровое питание, таким образом, что у вас, естественно, путем изменятся пагубные пищевые привычки и пристрастия. Итак, первый этап. Процедура приема магнезии. А это сильное ослабительное, кто не знал. Итак, вам необходима дозировка самого порошка магнезии за расчет 1 грамм на 1 килограмм вашего тела. То есть, если вы весите, скажем, 80 килограмм, то вам нужно 80 или 100 грамм на одну для одной процедуры. Больше можно, но не более чем плюс половина от рекомендованного, то есть до 1,5 граммов на 1 килограмм массы тела. И не в первый раз, не в первую свою процедуру за один прием. Итак, разведите кристаллы теплой или горячей водой в полстакане, или можно в стакане, и пейте. Да, это противно, но на мой личный взгляд и вкусное ощущение гораздо противнее касторка, нежели магнезия. Тем более, касторку можно применять вместо магнезии только тем, у кого точно нет проблем с поджелудочной железой, так как это все-таки масло. А дозировка та же, 1 грамм на 1 килограмм массы тела в день, если вы захотите применять касторку. Кому-то магнезию проще выпить залпом, а кому-то пить глотками и запивать водой. Можно и так, и так. Кстати, кому-то касторку проще потреблять, запивая водой с лимоном. Можно и так. Итак, выпили. Теперь в течение получаса, часа вас должно пронести. Будут позывы в туалет, но за это время вы должны выпить 2, 3 и даже 4 стакана теплой воды. Пейте постоянно, равномерно, понемногу, по голодку 2 за минуту. Если более часа, полутора нет позывов в туалет, а такое, хотя и крайне редко, но все же бывает, то примите полдозы еще дополнительно. То есть 0,5 грамм на 1 килограмм массы тела в магнезии тем же способом. И это произойдет тогда уже точно на 100%. Итак, позывы пошли на унитаз, и таких позывов будет 3-5 в течение получаса, а потом они прекратятся. Так должно быть. После каждого похода в туалет выпивайте по треть стакана воды. Можно уже немного. И не нужно уже сильно теплой, а лучше водородной воды. А как прекратятся позывы? Приступайте ко второй части программы, к процедуре под названием очищение толстого кишечника с помощью кружки эсмарха. Итак, второй этап. Сама процедура с кружкой эсмарха – очищение части толстого кишечника. Подготовка. Вы должны всегда иметь в домашней аптеке и в хозяйстве магнезию, английскую соль. А в аптеках она всегда есть в пакетике по 10-15 граммов. Или аналоги. Натуральное кастровое масло. Оно добывается из семян клещевины. Или траву сену, или специальные слабительные сборы. А также должны иметь соль, лучше каменную, но можно и поваренную в крайнем случае. И соду, конечно, желательно химически чистую. Вот это все, что вам необходимо. Если есть показания начать процедуру немедленно, а это, например, высокая температура, ну, как следствие, при токсикозах, при обычных простудных или вирусных инфекциях, желание отвратить себя от булемии, например, в процессе прохождения антипаразитарных программ, что разумно, или перед процедурами гидроколонотерапии, или до различных исследований, вроде колоноскопии, или, если вы хотите избавиться, скажем, от сахарного диабета второго типа и других болезней, неправильного питания, но вы слабы морально в плане питания, и вам трудно взять себя в руки и лишь силой воли изменить питание, тогда воспользуйтесь этой методикой, которая поможет вам на несколько дней прекратить питание без моральных и физических мук в желании съесть что-то. То приготовьте кружку эсмарха, кастрюлю с двумя литрами воды, или 1,4 литра воды, и 600 мл свежеотжатого свекольного сока. 1 столовую ложку сверху каменной или поваренной соли, и 1 столовую ложку без верха соды. Соду лучше брать химически чистую и предварительно провести процесс ее гашения. Подробнее, те, кто не знает, смотрите, как именно в моей лекции сода. Берите кастрюлю, эмалированную или из нержавеющей стали, залейте туда воду после обратного осмоса, или вскипятите обычную из-под крана, но без хлорки, то есть вскипятите отстоять, остудите воду, охладите ее или нагрейте, если вода из осмоса или дистиллированной, то есть если она холодная, до 39 градусов. Если у вас очень высокая температура тела, и вы болеете, например, 39, то нагрейте воду до 40 градусов, то есть всегда на полградуса, или на один выше той, какая у вас есть при болезни. Если у вас температура в норме, ну, 36,6, то готовьте воду с температурой 38-39 градусов. Засыпьте ложку соли с горкой, залейте гашеную соду в эту же кастрюлю, все перемешайте, проверьте хорошенько температуру жидкости, предварительно размешав ложкой градусником, и можете проводить саму процедуру. Не переживайте за то, что воды вы много пили после, или в процессе принятия магнезии, и много ведете в себя еще и через кружку эсмарха. Если у вас нет серьезных заболеваний почек, то это можно любому. Детям, конечно же, в меньшем количестве, но не в пропорции компонентов состава к объему воды, но к массе тела ребенка от массы тела среднего взрослого человека. То есть, скажем, не 2 литра, а литр. А если ребенок совсем маленький, то 700-600 грамм. Соленая вода не будет всасываться в кровь через кишечник, а напротив, из кишечника в его просвет по закону градиента будут поступать токсичные воды из стенок кишечника, и растворятся густые соединения отложений из стенок кишечника. Потом эти токсичные воды вы отдадите природе на переработку. Не переживайте и за то, что можете вымыть, как бы смыть кишечную микрофлору. Это все не так. Они, то есть наши родные симбиотические бактерии, остаются в достаточном количестве, чтобы быстро размножиться на правильной еде. Только выходите на правильное, разумное питание плавно после вот этой программы очищения. Но этот период, выход сам, я опишу подробно далее. А пока вы, если готовы, то приступайте ко второму этапу процедуры. Итак, процедура с кружкой эсмарха. Нужно подвесить, скажем, в ванной на крючок кружку эсмарха, в которую предварительно надо налить приготовленный, вышеописанный мною раствор. Все 2 литра. Смажьте трубку на конце резинового шланга кокосовым или иным маслом и ведите в прямую кишку конец трубки шланга. Это нужно делать на полу, лежа, на боку, подстелив коврик для удобства и от холода. Если поток раствора будет сильный, и вам будет очень неприятно, и будут сильные позывы в туалет, то либо зажмите шланг, и тем самым вы уменьшите поток, напор. Или опустите ниже саму кружку эсмарха. Ну а родной человек, близкий, вам может в этом помочь. Самому это делать не всегда удобно. Снизить преждевременные позывы можно, сжавшись в позу эмбриона, и на несколько секунд при этом, пережав поток перегибом шланга. Затем продолжайте далее, и впустив в себя в итоге всю жидкость, подождите минут 10. Это может быть сначала, с первого раза сложно, тогда уже сколько вы терпите, хотя бы так. И на унитаз. Позывов будет несколько. Обычно через 3-4 таких посещения туалета позывы должны прекратиться. Попейте воды, желательно теплой, можно и лучше водородной, или с лимоном. Пейте плавно, равномерно, и немного за один раз. Пейте сразу после первого позыва, а всего 2-3 стакана. Ну, если у вас, как я уже говорил, не больные почки, нет противопоказаний к большому количеству воды. После данной двухступенчатой процедуры, когда применению кружки эсмарха предшествует применение магнезии, повышенная температура, если она есть была, должна пройти. Если не проходит и через час, то проведите повторную процедуру, уже без магнезии, а только с кружкой эсмарха. И тогда обязательно температура пройдет, снизится до нормальной, так бывает всегда. После каскада таких процедур комплексного очищения кишечника, если их начать, скажем, в 16.00, есть не будет хотеться до следующего дня даже обжором. Те, кто хочет избавиться от булимии и легко изменить питание, не через муки, тогда нужно повторить данные процедуры и на следующий, то есть на второй день, и на третий. На третий можно уже без первого этапа, то есть без магнезии, а обойтись только кружкой эсмарха. Великолепно было бы перейти именно с третьего дня на процедуры гидроколонотерапии, когда за 7-8 сеансов, то есть дней, очищается весь толстый кишечник, чего не достичь, используя только кружку эсмарха. Такие процедуры проводят в клиниках, и пациенты часто бывают в шоке, что же из них выходит даже на пятый и шестой дни процедур голодания. А в эти дни ничего есть, конечно же, нельзя. Уже с третьего дня от начала процедуры, а у кого-то и со второго, есть не будет хотеться вовсе, даже если вы весите 150 килограмм и ели ранее ведрами. Если вы это почувствуете, а вы обязательно это почувствуете, ну пользуйтесь данной возможностью, не ешьте эти 2-3 дня, а лучше 5-6, и переходите на гидроколонотерапию, у кого есть такая возможность. Это будет несложно и очень полезно по многим причинам. Помните, что есть и те люди, которые с легкостью не едят 30-40 дней даже, при этом работают. Я знал одну женщину, которая, имея онкологию, применяя лечебное комплексное голодание, работая на трех работах, голодала 40 дней и чувствовала себя хорошо. Но такие подвиги вам не нужны. Я вам привел этот пример, но вернее, тем привел, кто боится голодать всего 5-6 дней или 10. Помните, эти 10 дней это еще вовсе не голодание, это одно название. А если у вас имеются 30-100 килограмм жира, если у вас отпирает вперед живот, есть свисающие бока и складки, так это просто вам жизненно необходимо. И это шанс для вас еще и начать новую жизнь, не возвращаться больше к блюдомании и к болезням, исходящим от нее. Но после выхода из голодания надо не жить ради еды уже, а есть ради жизни. Но тогда и вкусовые пристрастия, привычки поменяются. Сейчас вы это пока не можете представить, но это будет и есть так у всех. А магнезия и эти процедуры как бы отвращают от еды. Но вспомните, те дни, когда вы серьезно болели когда-то. Ведь когда человек болеет, лежит в лихорадке с высокой температурой, ему и есть-то не хочется. Ведь это защитная реакция организма от попадания дополнительного количества токсинов. Организму в этот момент не до чего. Он должен все силы свои употребить на очищение организма от тех токсичных веществ, соединений, продуктов метаболизма, которые и приводят к повышению температуры. А повышение температуры есть лакмус, есть показатель какого-то воспалительного процесса в организме. Поэтому после данных процедур вам будет проще перейти на естественную человеческую пищу ради себя же, ради будущей долгой, более долгой и качественной жизни, чем если бы вы остались на прежнем питании. Если при голодании на воде будет слабость, упадок сил, тогда можно пить воду с медом, но не более двух чайных ложек в день, рассасывая его до пяти раз в день, равномерно и запивая водой. Травяные, общеукрепляющие сборы, если вы считаете нужным, можно применять так же, но я советую не ранее третьего-пятого дня от начала первых процедур с магнезией. Переход на правильное питание после голодания и выход из голодания. При любом голодании рекорды ставить не нужно, это же не самоцель. Пару слов скажу о сухом голодании. У этого типа голодания, как показывает опыт людей, есть свои преимущества, но сухие голодания без присмотра специалиста не стоит проводить. А кто захочет применить сухое голодание, помните, это должно быть при постоянном наблюдении специалиста в период подготовки к самому сухому голоданию, в процессе его и при выходе из него. И только после прохождения обучения в теоретической части и понимания, зачем это вам вообще нужно. Я не рекомендую проводить сухое голодание до прохождения курса обычного голодания на воде не менее недели. Для практической оценки своих возможностей и возможных индивидуальных реакций организма и обязательно, только после полной месячной антипаразитарной программы. Смотрите обязательно мое видео «Гриб лисичка» и то, что под этим видео я даю. Итак, после полной антипаразитарной программы, проведенной до обычного голодания на воде и после выше приведенных мною процедур при прохождении голодания на воде, которые я уже описал выше. Для чего? А для того, чтобы очистить кишечник и уже сухое голодание проходило бы с чистым кишечником, без лишних продуктов метаболизма организма, тем более без объемных каловых масс внутри вас. Чтобы вы получили максимально ожидаемый от него, от сухого голодания положительный эффект. Первый раз это сухое голодание не должно быть более двух-трех дней. Про сухое голодание все. Это отдельная тема. И для очень малого количества людей. Далее я буду говорить об обычном классическом голодании на воде или о овощных соках и отварах трав. После процедуры лечебного голодания нужно выходить из него плавно, а не есть много и все подряд. Я надеюсь, что все это понятно каждому человеку, но жизнь показывает, что это не так. Что надо подробно это пояснять. Так вот, в процессе голодания количество микрофлоры, как патогенной, так и симбиотической, всегда становится меньше. Так как бактерии, не получая привычной для себя еды и в привычном количестве гибнут. Их колонии уменьшаются и в численности, и в объеме. И новую нужно еще взрасти, чтобы она смогла перерабатывать всю ту пищу, которую вы будете есть после выхода из голодания. И тут важно плавное увеличение количества пищи. И пользуясь новыми возможностями, тем более при теперешнем, после голодания, отсутствии сильной тяги, к питанию вредной и привычной в прошлом пище, стоит плавно начать потреблять естественную и полезную еду, чтобы взрастить уже не только патогенную, а лучше бы ее и вовсе не взращивать, а размножить себе симбиотическую микрофлору, которая питается преимущественно живой растительной пищей, а именно термонеобработанными резистентным крахмалом и клетчаткой. В конце видео я расскажу, какая это пища и что же тогда вообще есть, как спрашивают некоторые. Помните, именно эти группы симбиотических бактерий потому и называются симбиотическими, что синтезируют для нас, нам, для нужд нашего организма и аминокислоты, включая все незаменимые, и витамины, включая любимый B12, и жирные кислоты, включая ДГК и ПК, но, но, этот синтез в должном количестве и усвоение этих питательных веществ после синтеза идут, и этот синтез возможен только, если у вас нет синдрома дырявого или протекающего кишечника, а он есть почти у всех людей в наши дни, по тем причинам, которые я указывал и подробно разбирал в этих лекциях. Посмотрите их обязательно, изучите, выпишите на бумагу, и тогда у вас все пазлы, вот в этой картине общего мира, да, и устройства организма, и проблем, которые мешают нам жить здоровыми при правильной еде даже, будут ясны и понятны. Итак, выход из голодания. Как решите выходить из голодания? Вначале и понемногу пейте только овощные соки. Капустный, морковно-свекольный 3 к 1, можно и по 1 трети морковно-свекольно-сельдереевого сока. 3-4 раза в первый день по одному стакану. Если голодание было более 6-7 дней, то на соках будьте 2-3 дня. Если до 6-7 дней, то можно и один день. А на следующий день, утром, также пейте вначале сок, и уже можно понемногу вводить смузи, то есть измельченные в блендере с водой различные овощи и какие-то некоторые фрукты, но не сладкие, типа кислого яблока антоновки, например, или аналогов. Смузи – это микрочастицы питательных веществ, и бактериям, которых у вас осталось мало после лечебного голодания и очищения, будет легче, и они быстрее размножатся на пище, которую им легче быстрее переварить. А в обед можно только смузи и немного легкого салата, но совсем немного. Если же голодание было более 7 дней, то салат вводите с 3 дня от момента введения соков на выходе с голодания. Если голодание было 21 день и более, то соки вводите тоже плавно. В первый день 2 стакана, и то разведите сок водой. На второй 3 стакана, на четвертые и пятые дни 4-5 стаканов, а уже с шестого дня вводите помимо соков и смузи, но понемногу, по полстакана два раза в день в начале. И увеличивайте количество смузи в течение 3-5 дней, до 3-5 стаканов в день с его равномерным потреблением в течение дня. Соки и в эти дни тоже пейте, но только овощные, не фруктовые. Далее вводите салаты, желательно с авокадо, и только потом, еще дней через 5, не очень сладкие фрукты. Но помните, что основной пищей, если вы, конечно, хотите перейти на сыроедение, должны быть овощи. Ну, то, что мы привыкли называть овощами, хотя все плоды, где есть семечки, это на самом деле фрукты. Так вот, зелень вводите и некоторые орехи. Обязательно посмотрите вот эту мою лекцию о кето-питании на веганстве. Обязательно учтите и то, что я говорил в своих лекциях о питании плодами и кишечнике. В моих последних видео на эти темы вот они. И под данным видео, которое вы сейчас смотрите, будут ссылки на них. Не поленитесь изучить и выписать. Если вы хотите перейти на веганство, то есть будете потреблять вареную пищу тоже, помните следующее. Хотя бы не жарьте пищу. При жарке, тем более на маслах, образуется много канцерогенных соединений. Все это мутагены и все они вредны. Лучше уж тогда варить и лучше в пароварках, а еще лучше в скороварках. Или тушить в крайнем случае. То есть суть в том, чтобы было как можно меньше контакта с воздухом и растворенным в нем воздухе кислородом. И как можно меньше было бы контакта с маслами. Для уменьшения окисления этой пищи в процессе ее термообработки, приготовления, тем самым можно уменьшить потребление свободных радикалов и иных продуктов, вроде окисления масел, например, трансжиров. Тогда после 6-7 дня голодания не вводите вареную пищу в рацион питания ранее 5-6 дня от момента начала введения соков и смузи. Если ваше голодание было 21 день, то не ранее 10-12 дней от момента введения соков и смузи можете вводить вареную пищу в рацион питания. И то вводите понемножку с плавным увеличением количества этой вареной пищи в рационе питания, дабы ваши бактерии, не только уже симбиотические, но и патогенные, условно-патогенные, могли бы размножиться в должном количестве, чтобы по максимуму разбирать и эту вареную пищу до простых элементов, которые вы отчасти сможете в каком-то объеме усвоить. Если вы или ваши близкие, которые хотели и после голодания так и не решились покончить с продуктами животного происхождения, хотя вкусы уже должны были поменяться даже после 5-6 дня голодания, и уж точно должны были измениться после 21 дня голодания, а тогда могут остаться не физические, а лишь психологические бессознательные установки из прошлой жизни, так вот, эти продукты животного происхождения вводите тогда не ранее срока длительности самого вашего голодания. Если голодали 7 дней, то через 7 дней можно будет немного, совсем чуть-чуть, съесть, скажем, желток яйца, и так 2-3 дня, потом можно ввести немного рыбы на пару, а через несколько дней какие-то другие морепродукты или ту же рыбу, но ее рыбу лучше брать, уж если вы берете, закупать из чистых озер, вроде карельских, а не из загаженного мирового океана с его ртутью, пластиком и так далее. И не ешьте эту рыбу каждый день, ну а раз-два в неделю, куда уж еще больше. Помните, что не надо жить для еды, а надо есть для жизни. Молочные и мясные так называемые продукты вовсе исключите. Теперь физически это будет вам сделать элементарно просто. Главное понять, что это не ваша пища, не естественная еда, не видовая человеческая еда, вовсе не еда. Из возраста молочного теленка вы уже давно вышли, да и теленком вы не были, потому и пили, будучи грудничком, материнское, человеческое молоко, как и положено от природы. А трупы животных есть можно только находясь в прострации, забвении. Именно в ней вы и жили ранее, как и сейчас живут сотни миллионов людей. Ну, пока болезни не сведут их в могилы или на костер раньше определенного срока. Шанс услышать, разобраться, понять и изменить свою жизнь дается каждому. А вот воспользуетесь ли вы этим шансом, это совсем иное дело. А что же не стоит больше есть? Ни в коем случае не ешьте лектиносодержащие продукты. Это все посленовые, это бобовые, но если хотите, оставьте только чечевицу и то варите ее в скороварке. Это все злаки и крупы, но максимум оставьте только пшено и сорга. Они не содержат лектины. Этого достаточно вам будет более чем. И помните, что новыми продуктами вы будете формировать свои новые вкусы и свою новую кишечную микрофлору. А лектины это группа белков, которые синтезируют и накапливают в себе некоторые растения для защиты себя от поедания. Некоторые растения накапливают в себе их очень много. И особые белки, и особо ядовитые, скажем так. Самая ядовитая из посленовых, это белодонна. Но не только она содержит лектины. Все помидоры, перцы и прочие посленовые тоже, но только в меньших количествах, естественно. Учтите это. Про лектин я сделаю отдельную и очень подробную лекцию. Не переносите в свою новую жизнь прежние вкусы, прежние вредные продукты, привычки и зависимости, которые многие из вас называли потребностями. Мол, организм просит. Не организм просил, а ваша патогенная микрофлора и измененная годами нейрохимическая, то есть наркотическая зависимость, ну, как от мяса, вот синтезируются морфины в головном мозге. И мозг дает команду, нужна новая доза, и вы это ощущаете как желание. А кто-то, обманывая себя, говорит, это потребность. Так вот, этих ломок, то есть когда организм якобы просит, после голодания больше не будет, могут остаться только солюник. Когда вы привычные запахи почувствуете или подумаете о прежних вкусах, именно как о получаемых ранее эмоциях. И как, и если о них задумаетесь, скажете себе сами, а хочу я или не хочу любимых котлет с подливкой. Кто-то захочет, а кому-то будет просто противно, и таких будет большинство, и это естественно. А значит, у вас очищение от голодания прошло на глубинном уровне, а под физику и сознание подстроилось уже. А у кого слюни потекут, и рука потянется к прежнему вкусному, тогда вспомните, что я вам сейчас скажу. Хотели вы не мясной фарш в любимой котлете, и даже не подливу, а только и исключительно привычные вкусы этой самой подливы. И не важно, как вы назвали то или иное блюдо, и вы всегда хотели именно соленого, пряного, острого, сладкого, горького и кислого, только эти вкусы и их комбинации, особенно с жирами, и формируют привычки и зависимости. Если не брать в учет, конечно же, еще модифицированные состояния, это исключение, и синтетические, химические соединения в тех или иных продуктах, ну, вроде нитрата, натрия, и остаются еще жиры, как самые емкие поставщики, источники энергии. Все, больше ничего нет. Помните это и не обманывайтесь больше. А животные белки, высокомолекулярные, вредны, поскольку вызывают реакцию антигена-антитела, как любые чужеродные агенты, высокомолекулярные структуры, попадающие в организм, которые созданы другими организмами, в других организмах для совершения определенных функций и задач других организмов. Наши белки синтезируются только из аминокислот в нашем же организме, в наших же клетках, конкретно в органеллах, которые называются рибосомами. Все, точка. Извращая законы природы, поедая неестественную, невидовую, нечеловеческую пищу, мы всегда копаем себе, как говорится, вилкой и ложкой могилу. Некоторые так всерьез и думают, и говорят, а что же тогда есть? Запомните и не повторяйте больше эти глупости никогда. Вы так думаете, но, по крайней мере, думали только потому, что же тогда есть, что защищаете или пугаетесь в перспективе не есть то, что хотите, к чему привыкли, то, во что верите и потому, что не хотите думать и боитесь поколебать свою веру, свои зависимости и привычки, выдавая их якобы за потребность и необходимость. А теперь слушайте, что же тогда есть? Вначале будет список, затем комбинации. И вы удивитесь, как много всего можно тогда есть. Итак, я буду сейчас говорить вам те продукты, которые не содержат лектины, а, соответственно, также и богаты питательными различными элементами и важными свойствами для здоровой жизни человека. Итак, начнем с орехов и семян. Во-первых, конечно, это грецкие орехи, пекан, фисташки, макадамия, конечно же, это кокосы, желательно без кокосовой воды, поскольку она содержит много фруктозы и глюкозы. Это, конечно же, кокосовое молоко, это могут быть кокосовые сливки, но помните, что это, как правило, термообработанные продукты, которые снижают пищевую ценность, но, тем не менее, поскольку я говорю и для веганов, и для вегетарианцев, и просто для людей всех, кто хочет улучшить свое здоровье, поэтому я буду говорить про разную еду в разной стадии степени обработки. Это, конечно же, и фундук, это отчасти и каштаны, поскольку они содержат резистентные крахмалы, а это можно вполне. Кстати, семена льна можно, они содержат очень мало лектинов, практически не содержат. Вернее, эта слизь, которая содержится, выделяется в результате замачивания льняных семян, эта слизь препятствует всасыванию и усвоению лектинов, поэтому здесь антидот такой, можно сказать. Ну, что же, еще, конечно, самое главное, это конопляные семена. Я очень советую ядра конопли. Безусловно, ценнейший продукт. Это аналог, фактически, материнского молока. И в Древней Руси именно конопляное молочко могло заменять и заменяло женщинам грудной, если его по каким-то причинам не было, или в войнах убивали кормилец, то выпаивали не коровьим козьим, а конопляным молочком. Конопля содержит все незаменимые аминокислоты в идеальном соотношении. Кстати, для современного человека можно вполне потреблять и конопляный протеин, всего лишь полграмма на килограмм массы тела в день. А если грамм на килограмм массы тела в день, то это можно и качаться. Это бразильские орехи, которые содержат большое количество селена. Это и кедровые орешки, но только не в больших количествах. Что касается оливок, пожалуйста, уксусы можно добавлять, конечно же, любые, если в них нет сахара. Это различные специи, это темный шоколад, натуральный и, конечно же, органический. Для тех, кто любит что-то печь, это тоже возможно, это может быть мука, кокосовая, миндальная, фундучная, ну, из фундука. Орех-фундук тоже есть, можно, разумеется, и медвежий орех, тем более, как очень безумно ценный и полезный. Можно даже семена кунжута, можно проращивать и кунжут и амарант. Но это может быть мука, кстати, маниоковая, каштановая и даже из виноградных косточек. Давайте разберем овощи. Какие это могут быть? Ну, во-первых, все крестоцветные, брокколи, брюссельская капуста, любые виды капусты, цветная, бокчой, китайская капуста. Это все корнеплоды, без исключения, их можно и выращивали всегда и в Сибири. Это брюква, торнепс. Это разные виды, редьки, репы, сельдерей, репчатый лук, лук-порей, другие виды лука, зеленый, любой, пожалуйста. Это цикорий, конечно же, морковка, конечно же, и включая, кстати, ботву, как и свеклы, кстати. И вот мангольд, в этом смысле, это и такое вот салатная свекла. Это артишок, безусловно, редис, это спаржа, чеснок, естественный хрен, как приправа, капусты, безусловно, квашенные и полезные. Любые салаты, это крест-салат, различная листовая зелень, это и романо-салат, и любые красно-зеленые листовые, это и лату, кинза, базилик, это любисток, любые другие, петрушка там, мята, все, что хотите. Это, безусловно, должны быть желательно в идеале и дикоросы, которые мы почему-то за еду уже не считаем, это и листья дуванчиков, и сныть, и крапива, безусловно. Это могут быть и должны быть водоросли морские различные, от фукуса до, так сказать, различных, типа ламинария, нори и прочих, и так далее. Конечно же, это самый уникальный фрукт по соотношению жирных кислот, потому что это чистые жиры, это авокадо, и в идеале любые салаты должны быть с авокадо, это оптимальный вариант, по крайней мере, для жителей городов, которые могут и все равно что-то покупают в магазинах, уж почему бы тогда и не покупать авокадо, не покупая какие-то другие вредные продукты, тем самым деньги сэкономленные потратить на другие продукты, в том числе на авокадо, это же разумно и логично. Безусловно, это грибы, пожалуйста, шампиньоны, шитаки, вешенки различных сортов, но только помните, что грибы, конечно же, впитывают все из материалов, на которых они растут, либо в которых они растут, и поэтому помните, что там не должно быть тяжелых металлов и других вредных веществ, поскольку они как губка впитывают все это, поэтому грибы надо покупать, абсолютно будучи уверенным в том, что они безвредны в плане как раз отравляющих веществ, прекрасный ценный продукт питания и в плане белков, и в плане жирных кислот, и витаминов, и главное минералов. Если вы все-таки едите молочные продукты, то безвредными считаются те, в которых нет казино молочного белка. Это что? Это жиры, то есть это жирные сливки, это сливочное масло, ну, собственно, все. Если вы не веган, то, пожалуйста, можно есть и яичные желтки, это практически чистый жир с витаминами, минералами, с жирными кислотами, включая ПК и ДГК, поэтому яйца, ну, а именно яичные желтки, а не белки, ешьте, пожалуйста, с точки зрения биохимии одна только польза. Если вы любитель всяких соевых тофу и вот этой кухни, то скажу вам, что соя рекордсмен по содержанию лектинов, поэтому категорически не ешьте. Хотя тофу вещь ферментированная и содержит меньше лектинов, потому, собственно, нет такого явного и сильного отторжения сразу, то хочу сказать, что есть ведь конопляный тофу. И вот конопляный тофу здесь как раз будет полезен и заменит не то, что полностью, абсолютно заменит по питательным свойствам тофу соевой. А что же содержат резистентные крахмалы? Почему я это говорю? Потому что хлеб и всякие булочки и выпечку, в принципе, вы, если уж так не имется, можете делать из этого. Это зеленые бананы и мука из этих бананов. Это плоды баобабы. Кстати, порошок баобаба мы тоже продаем. Великолепная вещь, потому что чистые резистентные крахмалы никаких проблем, никакой нагрузки для организма не дают. Это маниока, ну, сладкий картофель, вот этот вот, собственно, батат, да? Это брюква, пастернак, они содержат много резистентного крахмала, корень сельдерея, естественно, кстати, хурма, кто не знал, но только я советую кожицу не есть. И репа содержит большое количество, и сорга, и проса, и зеленая папайя, и зеленая манга. Что касается масел, то, конечно же, в первую очередь льняное, кунжутное, безусловно, это кокосовое масло обязательно. Но это могут быть масла и грецкого ореха, и, в принципе, красное пальмовое масло, настоящее, а не то, от которого сейчас у всех аллергия эмоциональная на вредное пальмовое масло. Оно, безусловно, вредное. То, которое продается вот так вот, что называется, и добавляют вот эту дешевку, фактически это транжиры, по сути. А я говорю о действительно полезном отжатом соке растений. Другие масла, которые допустимы, это, естественно, органовое, это водорослевые масла, масло авокадо, ну и, пожалуй, все этого достаточно, потому что, в принципе, почти все масла все-таки содержат гораздо больше омега-6 и омега-9, чем омега-3 жирных кислот, и я об этом подробно рассказывал в моем видео омега-3, 6, 9 жирные кислоты. Обязательно посмотрите это ценнейшее видео непременно. Будете все знать об этой теме, о теме жиров. Категорически не ешьте продукты, которые содержат очень много лектинов. Это арахис, кишью, помните, что это бобы, а не орехи, семена чия, если его специально не обработать, сначала не обжарить, а потом уже варить. Это подсолнечные тыквенные семечки, очень многие фрукты, ну, по крайней мере, вот то, что я говорил, относится к посленам, в первую очередь, и те, где очень много семян, например, кабачки. Это, конечно же, любая фасоль, чечевица и другие бобовые, но чечевица в меньшей степени, как я уже говорил. А все остальные бобовые в большом количестве содержат лектины. Это и фасоль, это и сои, тофу из сои, ну, естественно, соевый белок и так далее, и так далее. Также я не советую есть, конечно же, макароны, рис, картофель, картофельные чипсы и все, что из картофеля, молоко, естественно, и молочные, так называемые продукты, содержащие белок, казин и другие белки. Это, безусловно, хлеб и любая выпечка. Это мука, крекеры, печенье, что не является вовсе едой и не растет на грядках. Разумеется, не есть никаких рафинированных продуктов, сахаров. Это готовые завтраки, это различные сахара. Помните, что пшеница, которая готовится, хоть даже в скороварке, она все равно не теряет свои лектины после термообработки. Поэтому никакие злаки, в том числе рожь, овес, не ешьте. Не ешьте также рис, не нужно есть никакие каши, не нужно есть гречку, кукурузу и кукурузные продукты из кукурузы. Вы думаете, это страшно много всего, что нельзя есть? Нет, конечно же. Потому прекрасный салат, который я уже, кстати, говорил, как делать в лекции про кетопитание, что основа авокадо. Предположим, вы можете оставить огурцы, но я их не рекомендую. По крайней мере, в период месяца, полутора после выхода из голодания и когда вы захотите изменить абсолютно, наладить пищеварение, то в салат идеально добавлять авокадо, ту же разную зелень, можно добавить конопляные семечки, ядрышки в этот салат, масло тоже льняное, можно какие-то орехи вроде грецкого, ну и так далее, и так далее. А можно добавить и грибы резанные, репчатый лук, разумеется. Если же вы едите, предположим, яйца, то ешьте только желки, как я уже говорил, хотя яичные желки лучше есть сырыми, но уж если вы жарите, пожалуйста, пожарите на кокосовом масле, сделайте некий омлет, добавьте туда, порежьте грибов, того же репчатого лука, можно порезать авокадо, можно посыпать куркумой, приправами какими-то другими, пожалуйста, вот вам прекрасный, сытный и завтрак, и обед с его модификациями, ведь можно из вышеперечисленных мною продуктов сделать различные комбинации, но уж подумайте сами, а как хороша квашеная капуста с тем же авокадо, да комбинации, масса. Я уж не говорю про те супы, которые можно сделать с цветной капустой, она, кстати, по вкусу, консистенции, когда варится, по всем свойствам своим, вкусовым, абсолютно оценивается рецепторами, как картошка, поэтому в тех же щах, пожалуйста, можно использовать цветную капусту. Не переживайте за дефицит белков, их и достаточно много в орехах, шпинате, разной другой зелени, дикоросах, в конопле, все незаменимые аминокислоты в идеальном соотношении, аргинина и трептофана, огромное количество, на 100 грамм продукта больше, чем в том же мясе, а потому по данному вопросу переживать вовсе не нужно. Помните, дорогие друзья, что именно такая еда, вот это питание, комбинации эти, они не только помогут очистить ваши организмы впоследствии, да, уже при смене питания, но они позволят идеально функционировать всем системам организма, и вы будете здоровым человеком. Помните, малейшее добавление тех продуктов, которые нельзя потреблять, если не сведут на нет все усилия, то отбросят вас назад, но вы можете проэкспериментировать, а потом, окончательно убедившись в этом, просто примите для себя единственное разумное решение изменить питание кардинально, и поверьте, это новое питание войдет в привычки, так же, как вошло вам в привычки ваши и ваше нынешнее вредное питание. Все меняется, все проходит, и привычки меняются, и зависимости вкусовые. Конечно же, многие мне напишут, ну, сделайте такую программу, типа обед, завтрак, ужин, например, понедельно. Возможно, я это и сделаю чуть позже, почему бы и нет, но нужно учесть, что в наше время, как я уже говорил много раз, почвы бедны, и даже если вы потребляете, даже если вы потребляете органическую биопродукцию, это значит, что в ней нет химии различной, но это не значит, что она богата, полна всеми теми, по крайней мере, микроэлементами, которые жизненно необходимы нам, из-за того, что почвы бедны. Ну, я говорил про это в лекции лес и почва, подробно, посмотрите ее. Еще раз вам рекомендую это сделать, не пожалеете. Поэтому, сейчас в наше время не обойтись людям, тем более живущим в городах, без супер добавок, или некоторые называют их бадами, но это по сути, что такое бад? Опять-таки, эстетическая блокада у некоторых сразу нет. Бады это биологически активные вещества, добавки. То есть, бадами могут быть и спирулина, то есть, природная водоросль, натуральная. Это может быть водоросль хлорела, порошок чия, там, что угодно. Поэтому, давайте говорить о бадах разумно. Так вот, посмотрите мою лекцию дисбактериоз. И то, что я там рассказываю в первой части лекции, возьмите это за основу. И тогда вы обеспечите свой организм абсолютно всеми питательными веществами, кроме всего лишь нескольких. А эти оставшиеся несколько, вы сможете получить из других, либо продуктов, либо с другими добавками. Систематизируйте, пожалуйста, это моя вам рекомендация. Все эти знания, которые я вам дал, просмотрите эти, ну, хотя бы несколько главных видео, которые я сегодня вам рекомендовал в данном моем видео. Выпишите это на бумагу, у вас будет абсолютно полная система знаний, картина мира. У вас будет как бы программа, перечень, понятные комбинации, логические причинно-следственные связи. То есть будет все. Ну, что называется, вынь да положь. Только осталось чуть-чуть потрудиться. Послушать, выписать, проанализировать и, соответственно, применять. Завершая разговор о лечебном голодании и очищении организма, хочу сказать следующее. Если вы за одну процедуру не получили желаемого результата, то подкрепитесь, наберитесь сил, отдохните после проведенных процедур, напитайтесь жизненно важными дефицитными элементами питания, ну, а это не менее одного месяца, и повторите голодание с комплексом процедур, указанным мною выше. Ранее, в прежние века, люди, не имеющие такого дефицита питательных веществ, как сейчас, проходили голодание и по 30, и по 40 дней только на воде, при этом трудились также наравне с остальными людьми. Но теперь век химии и тотального недостатка жизненно важных элементов питания по причинам, указанным мною в лекции и лес и почвы, и последние по работе кишечника. В наши дни мало кому удается, да и неразумно, проходить такое экстремальное голодание, да еще не имея теоретической базы знаний и опыта, опыта столь длинных голоданий, тем более имея болезни печени, ЖКТ, хронические висбактериозы, паразитарные инвазии и другие состояния. Тогда длительные голодания просто сломают вас и причинят вред. По крайней мере, если вы не будете при прохождении длительных курсов голодания свыше 10-20 дней, тут уж у кого какой запас прочности. Добавлять немного меда в воду. Мед это энергия и минералы, и он не запускает пищеварение само по себе, а потому и не переживайте за отсутствие процесса очищения на клеточном уровне при голодании на медовой воде. Они будут, а мед это поставщик чистой энергии и минералов, но он не запускает пищеварение. Но зато при длительных голоданиях у слабых организмов, у слабых по состоянию здоровья людей не будет никакой гипогликемии, которая обязательно будет при длительном голодании. А это очень важно, особенно тем, у кого есть проблемы с инсулином, да и вообще с поджелудочной железой. Но я советую употреблять только дикий мед, бортьевой, полезный, действительно уникальный мед. Будьте осторожны в этом смысле, замеряйте сахар в крови и регулируйте потребление меда с постепенным уменьшением количества меда за прием по возможности. А лакмус всех норм в этом смысле это показатели гликометра, а для всех остальных людей это состояние слабости либо бодрости. Не допускайте головокружения. Травы по огоням в процессе очищения голодания можно применять, но только зная свои болезни и при отсутствии противопоказаний. А также после прохождения антипризитарной программы и других подготовок к серьезному долгосрочному голоданию, о чем я уже говорил. Можно также по огоням пить и грейпфрутовый сок. Это единственное исключение, которое при длительном голодании дня с 6-7 действительно можно пить где-то по стакану в день. Что ж, дорогие друзья, я буду ждать от вас вопросы, но, пожалуйста, конструктивные. Не поленитесь посмотреть все, что я вам рекомендовал. Обязательно, кто это не сделал, подпишитесь на мой канал и, главное, на рассылку, нажав на колокольчик, чтобы вы могли получать уведомления о выходе моих новых видео и не пропустить их. Ну, а если вопросы будут конструктивные, вопросы, на которые нужно получить ответ действительно, например, по темам, которые я здесь не раскрыл, а эти темы очень важны для понимания, вот, скажем, полной, абсолютно полной картин в этом вопросе, ну, тогда я сделаю вторую часть данного видео и, отвечая на ваши вопросы, закрою тему ну уж совсем окончательно. А то уже так видео это получилось сверх длинным, а этого многие люди не любят в наше время, хотят все да сразу, да за одну минуту, что, конечно же, невозможно. Ну, что делать? Не всем мои видео подходят, это понятное дело. Ну, а вам всего хорошего, крепкого здоровья, здравомыслия, до новых встреч, жду ваши комментарии, жду ваши лайки, жду ваши, соответственно, письма. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok